Тетемес, Великобритания Владимиру Зеленскому предстоит непростая работа по выстраиванию отношений с Кремлем Том Парфит Тетемес, Великобритания 22 апреля 2019 года Хотя противники Владимира Зеленского говорят, что он слишком мягок по отношению к России, Украина при нем продолжит свой прозападный курс, укрепляя отношения с Соединенными Штатами, Британией и другими европейскими государствами Руководитель предвыборного штаба Зеленского Иоанн Баканов возглавил команду, которая на прошлой неделе три дня провела в Вашингтоне, встречаясь с официальными лицами из Белого дома, Госдепартамента и Конгресса По его словам, они сверили свои позиции со штабом Трампа на 2020 год Трамп на момент своего избрания тоже был чужаком с нулевым политическим опытом Баканов рассказал Times, что в США им оказали теплый прием Однако руководство ясно дало понять, что международная поддержка будет зависеть от успеха в борьбе с коррупцией А это одна из наших основных целей Опросы общественного мнения показывают, что почти 60% украинцев хотят со временем вступить в Евросоюз, а половина выступает за членство в НАТО Один из членов команды комика Дмитрий Разумков сказал, что когда членство станет реальной возможностью, Зеленский предложит провести референдумы о вступлении в ЕС и Североатлантический альянс То обстоятельство, что Зеленский в прошлом выступал в России, поддерживал там деловые отношения, а по-русски говорит лучше, чем по-украински, вызвало предположение, что он испытывает симпатии в отношении Кремля Но никаких доказательств его связи с Москвой представлено не было Зеленский называет Путина врагом, однако говорит, что хочет с ним встретиться, дабы остановить войну в Донбассе на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты создали фактически независимые территориальные образования Киевский аналитик Владимир Фисенко сказал, что никаких связей между Зеленским и Москвой не существует, однако назвал проблемой политическую наивность нового руководителя Он может попасть в западню, расставленную Путиным, заявил Фисенко А вести дело к Кремлям придется непременно По словам Разумкова, у комедийного актера есть план из четырех пунктов по преодолению тлеющей войны в Донбассе, которая началась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым Это дипломатия, повышение уровня жизни с целью привлечения людей из восставших районов, позитивная информационная кампания с целью перетягивания их на свою сторону и укрепления армии Киев также будет настаивать на включении США и Британии в нормандскую группу, куда входят Украина, Франция, Россия и Германия Эта группа следит за соблюдением мирной сделки от 2015 года по Донбассу Москва будет против такого включения Но если бы мир делал все, что хочет Россия, их танки уже стояли бы у Ла-Манша, сказал Разумков Комментарии читателей Левтиан Трикт на Украине есть динамичные молодые люди, которые смотрят за границу на Польшу и говорят, что хотят быть такими же При коммунизме они были одинаково бедны, а сейчас Польша в два раза богаче У Польши есть проблема с иммигрантами, тысячи украинцев берутся за работу для бедных Надо содействовать торговле и поездкам Йон-Дабл-Юбрикт некорректно называть его комиком, у него теперь новая работа Люди не называли баронесу Тэтчер химиком и адвокатом Эммер Мань совершенно очевидна, что если Украина хочет решить свои проблемы с Россией, ей понадобятся более тесные связи с Кремлем Разговоры о членстве в НАТО и ЕС с первого дня являются признаком политической наивности На Украине полная неразбериха, и Запад не может ей помочь, а Россия может В противном случае Украину ждет кромешный ад Она потеряет половину своей территории и станет марионеткой США Дамочлис с учетом имеющихся вариантов большинство украинцев предпочтут стать марионетками США, чем России Эммер Мань половина Украины станет марионеточным государством США Вторая половина Украины добровольно войдет в состав Российской Федерации Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ